Продовольственная безопасность сегодня уже не звучит как некий призыв к кардинальным переменам. С момента введения санкций против России в аграрном секторе произошла революция. И сегодня наши предприятия обеспечивают жителей своей молочной, овощной, мясной продукцией и уже не боятся конкуренции, так как крепко стоят на ногах. Мясом и молоком себя мы можем прокормить. Впервые в регионе зафиксирован среднегодовой удой свыше 7 тысяч килограммов в лидерах «Каркероз» и «Сысола». Положительная динамика и в производстве мяса. И только с овощами нескладно. Урожай снизился на треть. Погода подвела, что и сказалось, на неурожай, в частности картофеля. Однако министр уверен, можно и в таких условиях содержать поля. Только работать с землей надо по-другому. Но в части избытка влаги, конечно, это тоже наша недоработка, я считаю. Недоработка. У нас очень много мидеративных земель. И заросшие сети, влага не уходит с полей. И в этой части мы недорабатываем однозначно. Я знаю поля у фермера одного в Каркерозском районе. В таких же условиях получил урожайность в пределах 180 сетнеров с гектара. Потому что они провели мидеративные работы. И хорошо работают карнажи. Мы должны добиваться того, чтобы меньше зависели от погодных условий. Для этого нужно работать с землей. Миллиорация может помешать и развитию рыбного бизнеса в регионе. Представители этой сферы сетуют не на отсутствии господдержки. С этим все в порядке. Палки в колеса ставят бюрократические проволочки. У нас вопросы встают, я сегодня буду говорить, вопрос о мелиорации, зарыблении. Потому что с годами озера нужно обновлять. А получается, что на сегодняшний день вот эти разрешения надо получать на федеральном уровне. То есть в Санкт-Петербурге. И вот есть затруднения в этом вопросе. А если не везти, значит рыба исчезнет. К концу года жители будут еще больше приобретать наши помидоры и огурцы. В тепличном комплексе «Цесногорский» начинают устанавливать металлоконструкции и остекления. К Новому году здесь обещают выпуск первой партии овощей. Наша теплица совместно с пригородным, совместно с другими мелкими предприятиями будет производить всего лишь 50% от потребности нашей республики. Половину. Половину, да. Остальная часть у нас остается для привозной продукции. Если рынок хорошо откликнется и мы будем это чувствовать, то мы готовы расширить наше предприятие, увеличивать объем производства и, соответственно, закрыть все потребности республики. Параллельно ведутся переговоры по поставкам продукции. Планируется, что овощи будут расходиться по всем муниципалитетам и за пределы региона. Соответствующие заявки уже есть. Конкурировать с привозными не боятся. Представители тепличного комплекса уверены, люди все-таки выбирают то, что сделано в КОМИ. Татьяна Супряткина, Олег Костромин, Телеканал Юрган.